Ну а прямо сейчас поговорим, в принципе, о памяти. Откуда она берется? Берется она, естественно, из детства. С нами Дарья Величева, детский психолог. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, ну вот детская память же это совершенно уникальная вещь, да? Поскольку вот... Впитывает как губки, да? Да, вот смотрите, я с точки... Я же научился когда-то говорить по-русски. Причем сделал это совершенно неосознанно и естественно. Память работала автоматически и очень эффективно. Потом, конечно, я вырос и попытался выучить еще один язык. Дело пошло гораздо хуже, скажу вам честно. В чем преимущество или как это получается у детей, что потом не получается у взрослых? Вы правильно заметили, что в детском возрасте происходит все более естественно, да? Мы не прилагаем к этому никаких усилий. И все это происходит благодаря взрослым, благодаря окружению в первую очередь. Потому что если бы мы вас убрали из среды ваших родителей, да, и поместили кого-нибудь в лес, вы бы никогда не научились говорить, да? Поэтому речь, она зависит по-русски. Был бы Маугли, да, и такие случаи, к сожалению, присутствуют. Если он бы изучал два языка сразу с детства, то есть и вокруг среды... Белинговые есть, да, бывают. Белинговые, да, да, да. То есть ребенок бы легче запомнил два языка сразу же? Это не означает, что он легче бы запомнил, потому что по статистике, да, дети, которые изучают два языка одновременно, да, ну, когда родители разноговорящие, например, да, на разных языках, у них речь автоматизируется чуть-чуть попозже, чем у детей, да, которые в норме должны у нас развиваться. С какого возраста стоит уделять внимание детской памяти, чтобы ее стимулировать, например? Может быть, есть такие примеры, когда дети уже в 2-3 года, родители их тренируют, они умножают числа, занимаются вот серьезными вот этими направлениями. Особенно в 3 года писать, читать, математику вычислять. Давайте без фанатизма, да, все-таки, самая главная ведущая деятельность детей, это все-таки игра. Да, поэтому играть, 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 это дошкольный возраст. Но именно в том-то и парадокс, что все основные процессы, да, детские, память, мышление, внимание, внимание очень важно, да, формируется как раз-таки вот дошкольный период, чувствительный такой у него период, да. И, конечно же, родители хотят как можно больше туда вложить, да, и английский, и математику, и там скорочтение быстренько. Торопиться не надо, точно, да, потому что процессы эти так или иначе сформируются. Мы можем только стимулировать через игровую деятельность, да, что у вас, в принципе, сейчас в сюжетах и показывали, да. А вообще до какой степени допустимо, простите за тавтологию, вот это насилие, ну, в смысле, себе занимается, да, мы это вот. Как понять, что ребенок устал, и все, и уже вот объем информации большой? Ну, как минимум, можно понять по самому ребенку, если у вас ребенок лег уже на стол, да, бьется головой уже об этот самый стол, не готов сидеть, закатывает истерики. Для нас с вами это знак, что наш ребенок утомлен, он истощен, он не готов дальше воспринимать информацию. Причем есть даже нормы, нормы удержания внимания для каждого возраста, когда ребенок способен удержать. Например, трехлетний ребенок способен удержать внимание, вот это вот, да, самое занятие какое-нибудь, не больше 10 минут, до 10 минут. То есть мучить ребенка до трех лет сложными там задачками, да, ну, по полчаса, часу через стельки, ну, точно очень неправильно. Слушайте, ну, очень часто слышат родители, когда вот они дают качественную характеристику своему ребенку, а он у меня невнимательный. А невнимательный там, он что-то это. Вот что такое невнимательный, а может быть, он внимательный, мы не понимаем, для нас же нужно вот это внимание, а не вот то, которое нравится ему. Ну да, в Лего же сидит, играет по часам, а вот книжку не может почитать даже 5 минут, да. Стандартно, да. Стандартно, абсолютно. Мы имеем дело тут с двумя видами внимания, да, и у нас есть непроизвольное внимание, которому мы не прилагаем никаких усилий, да, буквально. Шум раздался сейчас, мы раз отвлеклись туда и начинаем изучать, что там случилось. Это у нас непроизвольное внимание сработало. У детей также, чаще всего, как раз-таки. А есть произвольное, про которое родители чаще всего и стараются во что бы то ни стало ребенка завлечь. Вот оно в норме у ребенка как раз-таки развивается к 6 годам. Только к 6, да. И в норме удерживается 20-25 минут у ребенка, вот непрерывно. Потом необходимо делать перерывы. Вот наболевший вопрос как родителя. Сейчас дети играют в компьютерные игры, очень много играют. В телефоны, вот насколько, допустим, нужно сделать ребенку уроки, но ребенок играет, играет, да, и уже в конце рабочего дня уже он устал. Да, его внимание уже, то есть дети занимаются хуже, я так понимаю, что весь процесс внимания и весь ресурс уже ушел в игру, в компьютерную игру. И поэтому эффективность вот этих занятий или домашних выполнений, она гораздо снижается. То есть детям нужно, да, вот там, сначала сделаешь уроки, потом поиграешь. Все верно? Или я вот как-то вот... Вы абсолютно верно заметили, причем сейчас есть такая тенденция, мы называем это искусственный дефицит внимания, когда сама функция, да, головного мозга, она нормально развивается, но за счет чрезмерного потребления гаджетов создается искусственный дефицит ее. Как раз-таки вот рассеянное внимание, ребенку сложно сфокусироваться, сложно удержать много элементов в голове, да. Происходит возбуждение, его трудно собрать, утомляемость, все, уроки невозможно будет делать. Поэтому, да, рекомендация очень важная. Ограничивать, например, экранное время ребенка, не делайте уроки после гаджетов, потому что вы ребенка не соберете. Все гаджеты оставляем на потом. И в перерывах тоже. Лучше гаджетами пользоваться. Да, то есть в школах это как-то ограничивают или нет? Я не знаю, вот убери у него гаджет, там что-то запрети, там акции протеста будут такие, что вот эти просто мало не покажется. Ну тогда нужно переносить сначала уроки, а потом все игрушки. Это правило, конечно. Мы с вами взрослые такие раз сказали, и все хорошо. Хорошо, если это работало. Да, вы как тренируете свою память? Последний вопрос. О, так много же всяких разных тетрадей сейчас, очень классных для взрослых тренажеров. То есть можно не полениться, а прям посмотреть. Потрясающая вещь. То есть тренировать память можно, нужно и обязательно необходимо. Ну плюс введем заметочки, блокнотики разные, да, чтобы ничего не забыть точно. Тоже очень полезно. А еще всякие приложения есть прикольные. Гаджеты мы ругаем-вругаем, но нет, есть в них и какой-то вот полезный момент. Да, интересная история. Ну а мы прощаемся. Мы говорим Дарье Величеву большое спасибо. И надеемся, что не забудем прогласить ее вновь, поскольку тема памяти, она неисчерпаема, как, собственно, сама память. У многих она бездонная. Мы бесконечно завидуем таким людям. Продолжение следует...